Эй, Козан! Дартли Козан! Мастер разговорного жанра. Он выходил на сцену несколько часов подряд, держал внимание зала. Айрат Арсланов пришел на эстраду уже популярным, после Камаловского театра и Казанского телевидения. Он уезжал на гастроли, я с утра до вечера на работе. Гастрольный график был очень напряженный. Фактически мы жили от отъезда к приезду в семье и всегда готовились к его приездам. От Калининграда до Владивостока с гастролями Айрат Арсланов объездил практически весь Советский Союз. Произведения татарских поэтов звучали в Финляндии, Польше, Венгрии, Чехословакии. Он был первым чтецом, записавшим на звучащий диск мобитскую тетрадь Мусы Джалиля. Я только начинала работать. Мы часто встречались за кулисами. Он рядом стоял и думал, боже мой, как же волнительно, как я переживаю. Он так на меня, посмотрев, сдержанно сказал, ничего, ничего, Теляханум. Я вот столько лет выхожу на сцену уже, но без волнения никогда не обходится. Он человек был влюблен в татарский язык, татарскую культуру, искусство и честно служил татарскому народу. Айрат Арсланов вместе с именой Софиулиной и Людмилой Жуковой были первыми дикторами казанской студии телевидения. Первые звезды. Их голоса знал каждый житель Татарстана. Но даже после смены работы и ухода в филармонию Арсланов продолжал следить за телевизионной кухней и знакомился с молодыми ведущими. Мы всегда с большим вниманием следим за вашей работой, за вашим ростом. Лия Загидулина пришла на телевидение в 66-м и сразу попала в команду профессионалов. Вместе с Арслановым она вела программу «Онтология татарской поэзии» о работе с мэтром Стрепетом. Это для меня была огромная школа. Он владел языком в высоком понимании этого слова. Это литературный, грамотный, глубокий и со знанием всех нюансов язык. Своё 80-летие Айрат Арсланов отметил на сцене казанской филармонии. Читал стихи, зал рукоплескал стоя. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. Анна Городнов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.